Я решила это сделать своей миссией. То есть, ну что уже старушечки делать, которые 60? Ну только умирать на 10. Мне дали, знаете, я была врану, мне дали 8 тысяч пенсию. Ну это смешно. Я люблю одеться, я люблю в ресторан сходить, это невозможно. Ну как психолог я подрабатывала, но недостаточно. Я люблю практиками заниматься, это дорого. И вот этим принесли не только здоровье, мою семью, всем членам моей семьи, мне. Они принесли благополучие, они принесли радость и успех. Я сейчас говорю, всем кажется это ерунда. Нет. Человек, когда структурируется, он светится, образует проводник, становится тонких вибраций, он становится человеком-везунчиком, человеком счастья, человеком успеха. У меня материализуются все мысли. Вот то, что я сейчас говорю, это на полном серьезе. Стопроцентный серьезно. Вот я беру лист бумаги, и я просто рисую и приклеиваю картинки. Ну какие мне хочется, мечту. Я не успеваю их менять. И тогда я наглею. И начинаю так, что можно совершенно нереальное, абсолютно нереальное, чтобы было. Я это делаю. И это сбывается. И сбывается очень быстро. Почему это происходит? А потому что я нахожусь на связи. Потому что это не может. С вами вот это мечта. С вами невозможно встретиться. Вы недоступный человек, потому что вы гений. Вы не можете помочь гляндам людей, которые физически... Не надо променять. Это так. Это так. Вот. И была там скромная-скромная мысль, что я встречусь. Ну и что вы думаете, что вы мой живот пощупаете? Вы можете писать, что сегодня произошло? Мой живот пощупали. И сказали, что я абсолютно здорова после рака перстень невидного. И меня разрезано было. Да, Света, расскажи вот это поподробнее, потому что это очень... Вот это, конечно, самое сильное. Я могу еще сказать, что это действительно живот идеальный. Шея идеальна. Вот о которой мы сегодня говорили в предыдущих ситуациях. Свет, тебя можно показывать студентам как образец. Да. Я буду рада. Вы знаете, я готова быть образцом для чего? Ну, чтобы человечество об этом узнало. Вы поймите, я все практиковала. И практики духовные, и биодобавки. Я их обожала. Ну, много что. Там пила и айс-дэй. Ну, что только я не употребляла, чтобы быть здоровой. Я человек такой гибкий, стремящийся к чему-то. Я практикую сейчас только матрас, подушка и очки. Понимаете? Все. Больше ничего. Я делаю это специально. Я сделала свое тело вот как бы чистым образцом, что же может сделать микросферы с человеческим телом. И вот, смотрите, рак. Рак. Это самое страшное, что только может быть. А самое удивительное, что я этим заболела. То есть это было потрясением для меня. Казалось бы, на фоне всего того. Совершенно верно. Я уже пользовалась микросферами. Это самое интересное. Я пользовалась микросферами, но несерьезно. Объясню почему. Потому что я была здорова, относительно здорова. Как говорят, что мы думаем, что мы здоровы, а что там внутри происходит, мы не знаем. Здоровых есть. Нет. Есть недоотследования. Один в один. Я в поликлинику после перестройки не имела возможности ходить. Я работала по 4-5 лет подработок и так далее. Просто не ходила. Я не знала, что происходит в моем организме. И вот что случается. Сильный стресс. Ну, питалась обычно. А питалась я мясом, естественно. Я питалась, особенно свининку любила. Мои родители бялорусы. А если они бялорусы, что они едят? Свининку, сало. Картофель. Жареную картошку с утра до ночи. Это вообще... Я вам дальше потом расскажу, что это ничего окажется страшного, если есть микросферы. Можно есть все. Так вот, что дальше происходит? Это сейчас вот чистый эксперимент идет. И вот я все это ела. Мало того, в офисе некогда приготовить микроволновка. Я покупала уже полуфабрикаты, ну, знаете, вот это запакованное. Подогревала в микроволновке и ела. И дальше стресс. Что такое бизнес, вы тоже знаете. Естественно, тебя постоянно мочат, везде пытаются отнять. Прессуют. Да. Что получается? Этот стресс уже нарастал с каждым годом. А я же психолог, я не понимаю в этом ничего. Было очень трудно. И я в один день упала замертво от желудочного коротечения. Понимаете, я не обращалась к врачам. Ничего. Меня просто подташнивало чуть-чуть время от времени. Тянуло на рвоту. При рвоте я ничего не вырвала. Просто беленькое что-то. А это грибы, видно, были. Так беленькое что-то выскочит, и все. Я училась. Я, как раз, кинезиологии обучалась. На кинезиологии учусь. Потом думаю, ой, что-то меня тошнит. Пойду чуть-чуть вырвусь. Опять пошла учиться на кинезиологии. То есть я чувствую, а у меня уже был перстенифитный рак. Вот. А я себе с микросферами же. Все нормально. Хожу, все хорошо. И тут очень сильный стресс. И я падаю от кровотечения. Я нахожусь дома одна. Вот смотрите, все боятся. Жидкая кровь становится. Мы когда с мужем сдаем, нам все время говорят, вы что пьете? Мы говорим, ничего. А недавно пришла клиентка, которая у нее шприц выбила. То есть такой поток крови идет потрясающий. Вот. Так вот, я была одна дома. Никого не было. Я падаю и не могу поднять голову, потому что кровотечение начинается. И я заползаю на спине на кровать кое-как и вызываю скорую. А ко мне приезжают совершенно пьяные скорая помощь. И даже эти события. Я обожаю этих врачей, которые приехали в Бухе. Почему? Потому что они еще один эксперимент с моим телом произвели. Они поставили диагноз мне шейный остеохондроз. И сказали утром вызвать дочь, и чтобы меня, значит, отвезли с шеей проблемы решить. Вот. Но я думаю, ну шейный, шейный. Вот. Я беру подушку, кладу ее на живот. Представляете, на живот, в котором кровотечение. Да? И если делает жидкой кровь, то по логике ни в коем случае нельзя этого делать. Она меня спасла. Кровь точно должна усилиться. Совершенно верно. Что делают микросферы? Они купируют процесс. Я спокойно сплю ночь. Я встаю, пытаюсь встать и опять теряю сознание. Тогда я вызываю скорую уже дочку. А дочка говорит, я говорю, ну я правда такой тупняк была. Я дочери говорю, слушай, Олесь, что-то странное со мной. Говорю, и кал какой-то черный. Как? Она закричит. И говорит, ты с ума сошла? У тебя кровотечение. Я говорю, да? А я, ну я человек, который безразличен к вопросам здоровья. Я не знал, что это кровотечение. Ну меня вперед ногами в скорую увозят. И привозят меня в ЦКБ. На меня с такой жалостью смотрел врач, заведующий отделением. Они там сделали все там анализы, все. Подошел, обнял меня за шею и говорит, Светочка, без операции никак. У тебя самая страшная форма. Перстеневидный рак. Если мы хоть одну клеточку оставим, ну это грибы, конечно. То ты умрешь очень быстро. В течение буквально там нескольких месяцев. И вообще, к сожалению, живут не долей пяти лет. Вот рассчитывай на это, Света. Сейчас девять лет прошло. Так вот, я понимала, я засмеялась и сказала, я с этим справлюсь. У меня сразу все на животе было, подушка. Я как терапевт начала всех прощать, рисовать, петь мантры. Ну в общем, все делать, что только можно. И ждала анализов, что сейчас, через неделю, ко мне неделю готовили к операции, мне кишку я глотну и отменят операцию. Я уже чувствовала себя хорошо, не падала бомбарок, ничего. И слышу разговор за дверью. Давайте ее не мучить. Махровый рак. Ну уже пусть идет на операцию. И я заплакала за дверью, потому что я не могла сказать, ребята, сделайте. Ну как бы я пошла резаться. Все отрезали. И я боялась, как же я буду кушать. Когда я легла в реанимацию, вот это должны люди знать, которые на операциях везде лежат, что делают микросферы. К счастью, мне их дали туда. Когда я только легла, мне начали вводить антибиотик. У меня произошел отех, ну, квинки, короче. Аллергическая реакция. Аллергическая реакция, да. У меня такой жар в голове, жар в заднем проходе. А потом, после второго раза, когда мне там, в общем, короче, я начала отекать. Мне кололи этот, как он, наркотик. Думали, что у меня психоз. Я говорю, не наркотик, не наркотик. Я сейчас начну раздуваться. Ну, в общем, раздулась. Все нормально, спасли. И вливали только в меня вот этот раствор, да. И когда я лежала первый день, я не могла лежать. Я думала, что я сойду с ума. Кровь видна застой крови. Я говорю, приподнимите меня, посадите меня, положите меня, приподнимите меня. Они замучились ко мне подходить. А мой организм уже с микросферы его грамотным делают. И он не может делать то, что заставляют делать. Он хочет делать то, что он хочет делать, чтобы восстановиться. А если я буду лежать, у меня же застой крови. У меня же вены все полезут. И застой легких может. Все лежали. Огромная палата. Человек, ну, 30, наверное, огромное пространство. И там день, полтора дня максимум. Я семь. Но видно, у меня полостная операция, самый тяжелый рак. Видно, нормы какие-то есть. Вот благодарю тоже врачей и этим нормам. Потому что мне нужен был голод. Семь дней голода абсолютного. И вот, получается, не пила, не ела, получается, семь дней. И что дальше? Когда мне плохо, я умоляю, я говорю, я умоляю, у меня там лежат подушки, принесите мне их. И мне не отказывают. Это тоже вот просто провидение какое-то. Мне их приносят. Почему я считаю себя как проводником этих изделий, что надо мной буквально, ну, меня ведут. И когда я положила подушку под голову, вторую подушку я положила под колени, а мы с вами знаем, какие точки важные, и что и в третью подушку куда? На ваш любимый живот. Естественно. Вот. Всё. Я лежала как ангела. Семь дней абсолютно не двигаешь. С третьими-тремя подушками. Я там писала стихи, рисовала рисунки, знакомилась с тем, кто рядом со мной лежит. В общем, я была совершенно в великолепном состоянии. И что меня потрясало, что я не хотела ни пить, ни есть. И я думаю, вот, Господи, вот так вот капельницу бы кто-то вставил, чтобы вообще ни пить, ни есть. То есть это было такое счастье, это было такое ощущение. Вместо того, чтобы я там страдала, я семь дней была в эйфории. Просто в эйфории после полосной операции. А врачи во второй эйфории. Первый, ну, проходят же каждое утро, проверяют, от моего шва упали в обморок. Он зажил за сутки. Понимаете? Он просто зажил. А вы видели мой живот? Ну, да. Это аккуратненькая, как ниточка, шовчик, да. Которая ни уплотнения, ничего. Совершенно килоидного нет. Вот. Так вот, что дальше происходит? Когда я выхожу уже после семи дней в прекрасном состоянии, и у меня страх какой, как я буду есть? У меня нет животка. Мне удалили, у меня метастазы были, удалили лимфатические узлы. Ну, калека. А стоит обед. Вот, как раз принесли обед. Первое, второе, третье, пирожки. Я смотрю... Именно пирожки. Да. Пирожки. Семь дней голода. Тоже понятно, да? Вот, абсолютного. Я лопаю это первое, второе, третье, закусываю пирожками. Мне ужасно хочется есть. Я звоню мужу, говорю, принеси мне бутерброды с сливочным маслом и с красной рыбкой побольше. Он приходит ко мне, я сижу в коридоре и наяриваю эти бутерброды. И идет мой хирург. Он знает, что меня привезли. Он говорит, Светлана, тебя же сегодня привезли. Я так, кем бутерброды? Да. А что? А он так вот головой. Ничего. И пошел. То есть он думал, что у меня замороз сейчас будет, что сейчас будут вызывать, и им придется меня спасать. Я долопала эти бутерброды и спокойненько пошла спать. И уже завтракала, обедала, ужинно, великолепно себя чувствуя. Швы мне убрали, все мне убрали. И я такая была счастливая, что оказывается, что без желудка можно жить. Мало того, был аппетит. Где он находится, я не знаю, но он был точно такой же, как он бывает, когда есть желудок. Вот что поразительно. И когда я ездила в командировки, значит, я брала эти изделия, и всегда в поезде они оставались у людей. То есть я обязательно давала попробовать. Сама не пользовалась, да? Да. Я давала попробовать, и они уходили. Например, еду в поезде, едет мама, муж, пара. Я очень устала. Мне ехать в Сибирь, нужно презентацию, думаю, надо поспать. Мальчик заболевает 4 лет, начинает рыдать, повышается температура. Я думаю, ну вот мой сон. Все, на этом конец. Я достаю подушку из-под головы, и так полсона состояния даю этому мальчику. Он так раз, потом дотрагивается до нее, буквально вот так от нее, потом дотрагивается и берет ее. обнимает и ложится 4-летний мальчик. Затихает, и все. Мама разволновалась. Что я дала? Что ребенок рыдающий, с высокой температурой, температура понижается, и он спит. Она говорит, женщина, а что вы ему дали? Ну, в тревоге. А я снимаю с себя пояс. Я говорю, Надя, вот. Она говорит, а что делать? Я говорю, оденьте на поясницу. Вот, и опять спать. Мне нет силы не объяснять. Утром просыпаюсь, она просыпается, улыбается, говорит, подушка и пояс мои. Я говорю, я не поняла, почему? Она говорит, а вы знаете, мне 45 лет. Я мучаюсь болями менструации всю жизнь. И сейчас я именно в этом состоянии. Вы мне дали пояс, через 5 секунд я об этом забыла. Я вам это не отдам. А муж тогда говорит, а у меня палец, палец я порезал с верхней полки. Говорит, а это ему поможет. Я снимаю напульсник и отду ему напульсник. Он оборачивает вокруг пальца. Ну, мы день где-то ехали, довольно долго. У него абсолютно все зажило, абсолютно пришло в порядок. Короче, ни напульсника, ни пояса, ни подушки я больше не увидела. И это каждый раз, когда я еду в поезде. И я не придавала, поскольку я ощущала себя здоровой, я не придавала значения, что нужно этим пользоваться до такой степени. Ну, коль я здоровалась, зачем? Ну, иногда подушкой, слава богу. Это не то, что мой муж, у которого вены, то было, он там и в шортах спал, потому что у него аденома простата. У него, кстати, абсолютно здоров. Значит, мне 71, ему 74. когда он приходит к протологу, он говорит, иди, иди отсюда. В общем, короче, у тебя все, как у молодого, в идеальном состоянии. Ну, там, естественно, все процессы у мужчин абсолютно, как будто 20 лет. То есть, абсолютно, вообще никаких проблем. Но при этом, сексуальная заботчинность прекращается. То есть, человек становится духовным в этом плане. То есть, я тоже поняла, что вот эта сексуальная заботчинность, как-то я читала однажды об этом, что мужчины, которые особенно сексуально заботчины, они стремятся, природа так сделала, продлить род, потому что они очень быстро умрут. То есть, таким образом, они пытаются семя где-то оставить, чтобы побольше родить после себя. Вот. А мужчины, сдержанные в этом плане, живут долго. Так вот. И получается, что эксперимент был живой с телом, особенно после рака. Я сделала что? Следующее условие. Я прочитала это в книге Леонардо Ора. Тоже он заболел раком, абсолютно восстановился. И он говорит, нужно обязательно в социуме исключить все, что вас окружало, потому что психологически что-то произошло, что вас в рак окунуло. И я тогда бросила бизнес, полностью раздала бизнес, ушла из семьи. Я сняла квартиру на последние там 500 тысяч, которые у меня были, самые дорогие, в красных домах, на улице строителей. Наверное, вся Москва знает об этих домах. Я когда зашла, огромное женское зеркало, красный ковер, диван, пуфики, ой, думаю, вот здесь умирать приятно. Вот. И я туда пришла умирать, но чтобы социум исключить условия. Один раз поговорила с Богом, один раз всего. Встала, зажгла свечу и сказала, Всевышний, я не имею претензий к твоему миру больше. Пусть воруют, пусть крадут, пусть обманывают, пусть что хотят делают. Это твоя воля, это твое произведение. Я могу отвечать только за себя. Прости, осуждала, критиковала, но Бобо мне больше не надо делать. На этом закончили. Я больше не буду этого делать. Я только буду с собой работать и больше ничего в этом мире мне не нужно. Плакала при этом, сильно плакала и говорила. Все. Это был один всего же разговор с Богом. Дальше. Я прочла всю литературу, какая только есть, кто рак смог. Я прочла белорусов, которые изобрели какую-то жидкость, которая ощелачивает совершенно колоссально. В Витебске, вы, наверное, знаете об этом. Я только в книжке об этом прочитала. Я мечтала, и я белорусска, а у меня в Витебске мои двоюродные живут. У меня семь было, братьев и сестер. Вот. Я думаю, поеду обязательно, эту жидкость потом найду. Но всего АСД пила. Вот. Так вот, получается, что я начала ощелачивать организм. Я прочитала в литературе все, что ощелачивает, максимально какие продукты. Я начала только их употреблять. Я прям со списком ходила в магазине и покупала ощелачивающие продукты. Я легла на матрас, на подушку, очки, шапка, на живот пояс такой, ну, вот, универсальная вот эта штука. Все доспехи на себе. Да, совершенно. На ногах тапочки. То есть, как можно большее количество наших клеточек должно отражаться здесь, в этом изделии. Почему? Скажу. Значит, вот, чтобы вы были, полностью отражались. И еще я увидела, тогда это был тринадцатый год. Это как раз трансформация самой сильной была планеты. И операция у меня была 7 октября, осень. Вот это сильная трансформация была. Да, у меня сменилась группа крови. До рака у меня была вторая группа отрицательный резус. После рака у меня четвертая группа отрицательный резус. Произошло еще одно чудо. Вот это изделие, когда я поняла серьезность, что я не серьезно относилась, я дышала, включала обязательно дыхание, до сих пор его включаю, потому что сильнее этого вообще тоже ничего нет. Я увидела это на диагностике. Если я человека прошу дышать дыханием черепахи во время диагностики, вот смотрите, он идет, нулевая линия, вообще, труп. Я говорю, давайте начнем, наберите живот медленно, грудную клетку, доберите максимально, увеличьте вдох, а потом выдыхайте, естественно, до последней капли в животе. И кривая начинает резко подниматься вверх и идет вверху. Это потрясение. Дыхание это секрет жизни. Сто процентный. Люди об этом не знают. И я начинаю учить. Я говорю, вы хотя бы, ну, идете пешком, просто, четыре шага вдох, четыре шага выдох. Ну, вы же все равно ничего не делаете. Лучше, чем дурь какую-то думать. Вы лучше о дыхании подумайте. Я пытаюсь, знаете, что сделать? Я же обычный человек, обычную жизнь живу, питаюсь из обычных магазинов, обычной пищи. Живу в малюсенькой квартирке с проходной комнатой, в которой у меня сейчас толпа людей ходит, и все говорят, Света, ты так скромно живешь. Вот. Я говорю, дело не в этом, дело в другом. Вот. Я как бы это изделие увидела, что оно не только меня изменило, не только сделало в моей жизни гармонию, не только меня спасло от рака, потому что я обязательно бы ушла. Потому что, ну, это такое, вы знаете, что такое грибы. Это невозможно, чтобы это не произошло. После меня через полгода заболела моя бухгалтер. Она умерла. Перстиневитный рак. Она боролась. Она была такая продвинутая, но микросфера не признавала. Через пять лет ее не стало. Она и космоэнергетикой, она ходила к целителям, очень серьезно, тибетских монахов они учились. Она делала, вот, знаете, банки надрезают и тянут банки вот эта кровь. Делала стопы, значит, серьезный массаж. Всего тела серьезные массажи. Значит, чистку делала, вот такие есть ванночки, которые тянут через стопу всю эту грязь. Она пила, чего только она вообще не пила. То есть она богатый человек, она бухгалтер была, понимаете? У нее бухгалтерское дело огромное было, ее ничего не спасло. Она только не признавала микросферы. Смеялась надо мной. Почему ее так отталкивала? Не знаю. Не могла проникнуться? Не могла проникнуться, не могла поверить. Она, она была очень гордая. То есть она обмышляет. Субтитры создавал DimaTorzok